Несмотря на то, что Ведьмак 3 полностью вышел уже более полугода назад, мы увидели выход комплекта игры года и финального патча, а с момента релиза прошло уже почти 2 года, несмотря на великое множество отыгранных часов и созданных билдов, у меня до сих пор есть один вопрос, на который я не нашел, да и не искал пока ответа. Этот вопрос касается всех критических эффектов, под критическими эффектами я подразумеваю все то, что срабатывает с определенным шансом, это могут быть эффекты оглушения, заморозки, выбивания из равновесия или, что интереснее, эффекты отравления, кровотечения или горения. Первая тройка эффектов довольно понятна, чем выше шанс, тем чаще будет срабатывать этот эффект, чем сильнее противник, тем шанс реже, вплоть до его полной неэффективности. А вот вторая тройка куда интереснее, ведь помимо той же самой системы срабатывания эффекта, есть еще и урон, который этот критический эффект по какому-то параметру наносит. Сегодня мы с вами разберем и протестируем механику работы критических эффектов, а также составим билд полностью рассчитывающий на бой именно с ними. А, и кстати, спонсором нашего сегодняшнего видео становится магазин постеров Posteria.ru, где вы найдете целую кучу постеров по фильмам, играм и прочим смежным тематикам. Только по Ведьмаку я нашел около 150 вариаций, а ведь есть еще много других интересных игр, фильмов и просто классных постеров, которые станут отличным подарком для себя или для других на Новый год. Если же вдруг интересующего изображения вы не нашли, то можете смело загрузить картинку в хорошем качестве сами, если она у вас есть, или даже просто ставить запрос, какой именно постер вы бы хотели, и его загрузят на сайт, после чего вы смело можете оформлять заказ. Конечно же, все изображения в высоком качестве, никаких миниатюрных постеров, удобная навигация, быстрая доставка и низкие цены, выгоднее даже, чем на ebay. Магазин постеров Posteria.ru. Первая ссылочка в описании под видео. А теперь поехали! Привет, ковбой! С вами Бойс Ребус, и наиграв уже нереально огромное количество часов в Ведьмак 3, я так и не определился, как работают критические эффекты, в чем их секрет и от каких параметров они зависят. К эффектам оглушения, заморозки и выбивания из равновесия вопросов нет, как и к шансу убить на месте или разрубить напополам. Но в критических эффектах, типа отравления, кровотечения и горения, есть еще непосредственный параметр урона. Вы должны были замечать, что иногда, например, кровотечение сносит по 100-300 урона, а иногда по 2 или даже 3000. Я сам сталкивался с тем, что клинок первого уровня с 15% шансом отравления накладывал на Грифона свой критический эффект с уроном Сотик по 2-3000 единиц. И у меня есть три теории касательно этой зависимости, которые мы сегодня и потестируем, взяв за основу именно эффект от яда отравления. Теория первая. Все завязано на шансе критического эффекта. То есть, чем больше шанс нанесения критического эффекта, тем больше и его сила. Например, имея 15% шанса отравления по дефолту на клинке, например, в Бельховенском, плюс 15% от навыка отравленные клинки, плюс 15% от рун. В итоге мы можем набрать 45% шанса срабатывания критического эффекта отравления и тем самым наносить больше урона. Но нет, кроме повышения шанса срабатывания, ничего не повысилось. А жаль. Теория вторая. Все завязано на силе удара, что в принципе логично. И урон, наносимый критическим эффектом, рассчитывается как, ну например, 2% от силы атаки. Для проверки я взял как более слабый клинок змеи первого уровня, который также имеет 15% шанс срабатывания отравления. А потом вернул Бельховенский клинок, немного вкачав навыки и усилив общую силу атаки. Результаты, как вы видите, просто ошеломляют. Никаких изменений в уроне не замечено. Показатель 86 единиц не меняется вне зависимости от шанса вызвать кровотечение, не в зависимости от базового урона меча или прокачки. Я крайне надеялся именно на две первые теории, так как именно они нам подконтрольны и мы сами вольны управлять героем и усилением его критических эффектов. Но, к сожалению... А потому теория третья, правдивая. Сила критических эффектов целиком и полностью зависит от типов чудовищ, с которыми мы сражаемся. И зависит от их уровня и слабости к критическому эффекту. Имея на руках лишь стальные мечи, я по очереди вызывал несколько разных монстров и тестировал на них срабатывание эффекта отравления. Закономерность оказалась крайне проста. Чем больше у противника хп, тем выше урон, наносимый по нему отравлением. Это во-первых. Во-вторых, совершенно не важно, что у тебя в руках. Стальной слабый меч против непробиваемого тролля, к которому твои атаки даже урона не наносят. Ничего. Сработает критическое отравление и дамаг сам по себе пойдет. Использовать стальной клинок против чудовища и серебряный против человека, все равно и все едино. Урон от яда никак и ничем не отличается. И это вроде даже хорошо, даже отлично, так как я начинаю понимать, как и где применять этот билд. Но, вы видели урон? Даже против самых сильных врагов он очень, просто колоссально мал. Единственная надежда этого билда в суперсильных высокоуровневых монстрах, по которым обычное оружие урона практически не наносит. А срабатывающий так или иначе критический эффект будет их потихонечку убивать. Поэтому я гружусь на 50 уровень и читами попадаю в туссент в новой игре плюс к монстрам 90 уровня. Которые плевать в итоге хотели на мои критические эффекты в принципе и легко порвали меня на мелкие кусочки, лишь слегка подавившись эффектом горения. Ни 90, ни 80, ни даже 70 уровень не поддаются на мои уговоры получить урон от критических эффектов. И на этом я был готов опустить руки, так как с такой механикой работы проще забить противника кулаками, чем париться с этими гребанными критическими эффектами. Последняя надежда была на низкоуровневых противников. Но когда твой обычный удар мечом наносит в 10 раз больше урона, чем затик от критического эффекта, то это крайне неэффективно. И даже несмотря на то, что в битве с грифоном мне удалось дотичь урона от тика равного силе удара, это вряд ли можно назвать победой. Но если вы все же решили поиграться с критическими эффектами, то вот вам советы, которых обязательно стоит придерживаться в построении билда. Во-первых, эффекты отлично плюсуются. И в хорошем варианте развития событий мы можем одновременно накладывать 3 критических эффекта в виде кровотечения, яда и поджога. Допустим, каждый из них дает по 300 урона в среднем. В итоге получается 900. А это уже в 3 раза больше, чем если бы у нас был просто яд. А потому нужно тщательно подбирать себе меч. Это может быть или меч из Тир Тухаир, который дает плюс 35% к шансу кровотечения. Слоты забить на плюс 15% к шансу поджога. А обилка отравленной клинки поднимет шанс отравления до 15%. Или, что даже лучше, Тусенский меч, у которого по дефолту 15% горения и 15% кровотечения. С обилкой отравленной клинки у нас и шанс отравления поднимается до 15%. А значит в слоты добавляем по одной руне каждого эффекта, повышая шанс каждого до 20%. Во-вторых, повышайте силу атаки навыками и мутациями. Таким образом у вас увеличится количество тиков. Я не знаю почему, но это работает. По дефолту для ядов это 10 тиков. В усиленном варианте мне удалось достичь 22. Больше тиков, больше нанесенного урона. Третьих, усиливайте свои критические эффекты. Это может быть и навык отравленной клинки, о котором я уже не раз говорил. И который повышает шанс отравления на 15%. Это может быть бомба, чертов грипп или танцующая звезда. Которые отлично усиливают и эффекты отравления с поджогом. Не забывайте про навык сковывающие удары. Которые добавляют 125 единиц урона кровотечением. Кстати, есть еще арбалет и болты, вызывающие кровотечение. Которыми я не советую пользоваться. Во-первых, их урон в 10 раз ниже, чем от нашего эффекта кровотечения. И это несмотря на 100% шанс срабатывания и около 50 тиков. Но самое главное, этот эффект от арбалета заменяет собой любые другие критические эффекты. Не давая их наложить снова, пока не пройдут эти 50 тиков. Правда, всегда можно заменить болты с вызывающих кровотечения на те, что наносят урон огнем. Которые в отличие от своих бестолковых собратьев работают отличным дружным коллективом. Со всеми критическими эффектами являясь при этом альтернативой поджигающим ударам меча. Которую в свою очередь можно перезачаровать, например, на что-то другое. Что же касается самих эффектов, то кровотечение это самый универсальный из них. Текут все, кто имеет кровь или похожую на нее эссенцию. Благодаря мечу шанс срабатывания можно поднять до 50% и усилить навыком. Хотя сам по себе эффект наносит меньше всего урона. Отравление это некий середнячок. Хороший шанс срабатывания благодаря навыку, а урон в 2 раза выше, чем у кровотечения. Поджигание же самый сильный критический эффект. Не только сильнее двух предыдущих вместе взятых, но и позволяющий вывести противника из строя. Ведь будучи подожженным, тот попробует себя потушить и отличаться от боя. При этом он имеет очень сильную слабость. Данный эффект сбивается любым ударом. То есть нанеся поджигание и ударя еще раз совершенно случайно, поджигание сбивается, не успевая нанести какой бы то ни было урон. По итогу мой вердикт такой. Урон от критических эффектов в игре, которые наносятся мечами, это сущая хрень. По сравнению даже с обычной атакой усиленной эйфорией. Единственным плюсом такого билда является тот факт, что вам по сути пофиг на атаку. Даже не нанося урон по врагу, если вдруг его броня сильнее вашей атаки. Критические эффекты по нему будут срабатывать. Если он конечно не выше вас по уровню. Но в целом это какая-то лажа. Хотя, я кажется забыл упомянуть еще одно усиление критического эффекта. Единственного, который более-менее работает против врагов высокого уровня. Усилить критический эффект поджигания можно простейшей магией Игни. Вжух, и вместо 100 урона враги горят уже по 10 тысяч за тик. Магия, да и только. А я напоминаю, что спонсором этого тестового билда на критические эффекты является интернет-магазин постеров Posteria.ru. Где вы найдете целую кучу постеров по фильмам, играм и прочим смежным тематикам для последующего приобретения. По Posteria.ru. Первая ссылка в описании. Возможно я что-то упустил, ведь самолично иногда видел просто невероятно бешеные цифры критических эффектов. Но повторить в лабораторных условиях мне их не удалось. А значит и контролировать такие случайно колоссальные цифры просто-напросто нельзя. Что меня конечно же крайне раздосадовало. Расскажите в комментариях, какие у вас случайно невероятные показатели выдавали критические эффекты. И при каких обстоятельствах это происходило. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь видео вам понравилось и заслужило лайк. А я подписки на канал. Если вы уже подписались, то не забудьте включить уведомления о выходе новых видео, нажав на колокольчик. Тогда вы точно будете первым и ничего не пропустите. Следующее видео, как я планировал ранее, будет посвящено небольшому противостоянию. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok